седьмого апреля 2021 года игра skyforge празднует шестилетие и кроме этого ссаного ивента день юриона ничего не добавили да всех уже тошнит от него второй год одно и тоже ничего не добавили на юбилей ни сюжетки ни нового класса и это на шестилетний юбилей мать вашу не переживай обнова выйдет чуть позже второго июня и новый класс там будет как ты хотел встречайте великое и ужасное обновление под названием охотники терры добавлен новый класс наемник или bounty hunter в английской версии игры skyforge обычный новый класс является имбой но в этот раз что-то пошло не так многие игроки провели тесты и жаловались на урон который не то чтобы не был на уровне других классах но и не дотягивал до них позже через недельку в обнове от 9 июня будет повышен урон многих умений наемника удалось ли поднять урон наемника на нормальный уровень не знаю посмотрим это вместе с вами когда класс откроет для всех сразу в обнове то за найма можно поиграть только купив набор раннего доступа за реал добавлены два новых приключения звено таранский разлом и группа древней тропы лучше всего проходить сначала звено а потом уже группу так как внутри приключения имеется сюжет начинается в звене и продолжается в группе в диалогах с персонажами можно узнать много новой инфы насчет планеты терра и подземелий приключение сделано красиво в духе самой терры из минусов звуки окружения на момент выхода обновы были не все из плюсов обновы добавлен быстрый доступ к транспорту появилось меню избранного транспорта и теперь можно менять мантов одним на зажатием кнопки и не лазить глубоко в меню как раньше еще из плюсов наконец-то удешевили принятие божественной форме на терре и в группе извиньях связанных с термин теперь оно такое же как в других приключениях квест первая экспедиция упрощен полностью а и тем сообщением алиса теперь падает не рандомно после убийства 30 или 60 гриба а с первого ну чуть прям совсем оказывалили квест ну и теперь про то чего нету в патчноуте и что мне удалось заметить в игре после этой обновы в патчноуте писали что улучшили управление адептами с геймпада при этом с клавой при завершении странствия адепта сразу же переключает на следующего автоматически это очень неудобно пузунок переключается на следующего хотя текущие еще не отправлен странстве и отдыхает я из-за этого себе веру жёг в начале искры преображения которые нужны для открытия нового класса не падают с мовов и их нету в награде за приключение и пвп напомню в прошлый раз при добавлении класса пироманк искры давали на фарме сразу после обновы в этот раз получение нового класса игроками не купившими набор затянется ведь нужно будет еще и насобирать искр на новый класс также тема оформления интерфейса игры оригинальная отключена в игре но это та тема которая зелененькая со старой эры она долгое время была сломана и текста вообще не было видно при этой теме будет ли она возвращена неясно в общем обновление неплохое добавили два новых приключения с продолжением сюжета на терре заканчивается приключение на самом интересном вдали виден мост куда он ведет непонятно надеюсь мы про это узнаем не через год добавили быстрый доступ к транспорту а также новый класс появится который почему-то им бой не оказался после открытия общего доступа к него обязательно изучу на этом у меня все спасибо за просмотр если хотите посмотреть на новые данжи оставлю ссылки в комментариях и описании к ролику кроме новых данжей будут ссылки на видео начиная от ивента аномалии этот ивент проходил единоразово в игре и больше не повторялся в результате именно в результате этого ивента аномалии и леонца смогли прилететь на терру